Мы отечественные разработчики программного обеспечения. Пару слов про нашу компанию. Я вижу, что наши коллеги не все нас знают. Мы из Академгородка, чему безмерно рады. Мы контролируем сотрудников, занимаемся разработкой софта в реестре отечественного ПО. Получили сертификат встека на продукт, на компанию. Резиденты Сколкова, резиденты Академпарка. Во многих мероприятиях участвуем, хоть мы и в Сибири, но пытаемся быть, так скажем, на острие атаки информационной. И такая очень для нас хорошая новость. Сейчас мы закончили анализ нашего продукта в лаборатории ЦБИ на тематические исследования 69 и 69 по требованию 8-го центра ФСБ. И отправили отчет положительный в 8-й центр. Надеемся получить положительное заключение. Считаем себя такой уже сформировавшейся компанией. Мы не лидер рынка, не номер один, но тем не менее компания, которая набила много шишек, имеет хороший продукт и имеет свою позицию на рынке. Про что мы с вами, коллеги, поговорим? Сегодня Александр Павлович коротко затронул эту тему, но она прозвучала только из его уст. В основном, скажем так, рынок двигает тему того, что нас должны сломать извне, на нас нападут обязательно извне хакеры, злоумышленники, сторонние государства. И все беды и проблемы у нас идут, в принципе, из внешнего контура. Но как показывает практика, большинство проблем, ну не большинство проблем, так скажем, весомый кусок проблем, он может идти от людей, которые находятся в нашем периметре. То есть непосредственно от сотрудников, от наших инсайдеров, назовем так. Статистика по этому поводу достаточно разная, но так как у нас все-таки представителей защиты атак извне больше, и они больше выпускают статистики. Поэтому и перекос есть в эту сторону, что у нас мало обсуждают о тех угрозах и потерях, которые принесли наши легитимные пользователи, наши сотрудники. Поэтому где-то я нашел статистику, кто-то считает наоборот, что основные риски и беда текущая идет от сотрудников. Где-то я в этом направлении согласен, если мы абстрагируемся именно от защиты периметра, то у нас выходит сейчас и умысло, да, у нас выходит сейчас, играет новыми красками тема социальной инженерии. То есть ты можешь очень сильно защитить свой периметр, вложить большие деньги, но если ты не обучаешь и не вкладываешь сотрудника, то все эти усилия могут быть тщетны. Про что речь будет в моем докладе, коротком, надеюсь. Ну, я поговорю о том, какие риски идут у нас от сотрудников. Я скажу сейчас такую фразу, она может быть будет очень грубая, но как показывают опыты, жизненная практика, что худший враг – это друг дурак. Вот есть такой момент, да, и что действительно от наших сотрудников можно ожидать чего угодно. Базовые вещи, если мы говорим про коммерцию, да, то это чаще всего сотрудники либо воруют информацию, либо нарушают трудовую дисциплину, которая обходится в определенные деньги работодателям, да. И здесь нету третьего пункта – это мошенничество, назовем это фрод. Вот, в России оно многогранно, оно уникально, в разных сферах бизнеса оно свое, про это мало пишут, но тем не менее это такой большой сегмент бед и проблем от сотрудников. То есть воровство, мошенничество и нарушение, скажем, трудовой дисциплины. Если мы говорим в рамках как раз критически важной инфраструктуры, да, и промышленных предприятий, ну, там, безусловно, есть и бухгалтера, и разные отделы, которые такие же риски и угрозы в себе заключают, но мы сейчас говорим именно про промышленный сектор, именно про защиту КИИ. Пару слайдов я покажу, да, это статистика по поводу того, как выносят информацию из компании, да. Ну, в принципе, логика она очень простая, сегодня тоже Александр Павлович про нее сказал, что у нас есть либо сеть, через которую можно вынести информацию, либо порты. Ну, соответственно, также любой кусок информации или вредоносный код также можно занести в компанию, либо это делается по сети, либо делается это через порты. Ну, если отбросить морзянку, но это уже, скажем так, злоумышленники, злоумышленники не нашего уровня, да, то есть это злоумышленники, которым занимаются другие отделы. В статистике, к сожалению, нет этого слова совсем, потому сколько у нас проблем и инцидентов происходит от атак через периферийные устройства, то есть классическая статистика, она идет от того, что нас извне занесли, взломали. Вот, статистики по тому, сколько заносится вредоносов и инцидентов через порты сотрудниками, нет этого слова совсем. Ну, я, значит, еще раз повторюсь, что сейчас все понимают, что вот эта социальная инженерия, она прям играет новыми красками, много информации о людях есть в интернете, много информации собирают сторонние сервисы, да, если мы говорим вот прям про какой-то кибервойны, да, то есть по любому из нас предпочтениям или каким-то увлечениям и вообще социальному портрету вся информация есть у Гугла, да, образно говоря, и у Яндекса, и они там где-то и могут делиться. Вот, поэтому я думаю, что в перспективе проблема того, что именно потери и угрозы будут идти от сотрудников и будут заноситься в хорошо защищенный периметр, в который вложили много денег, этот тренд будет как бы расти, да. Второй момент, этот слайд, он опять-таки просто для того, чтобы вы понимали, что у нас очень дисциплинированные люди, да, если вы их не контролируете, если вы с ними не проводите определенные работы, то они, скорее всего, просто со временем вообще перестанут работать, а будут ходить на работу за деньгами, еще требовать, где моя зарплата. Слайд показывает то, что был анонимный опрос, спрашивали людей, кто работает за компьютером, кого не контролируют, сколько вы на рабочем времени работаете, а сколько занимаетесь, скажем, непродуктивной деятельностью. Ну вот у нас 4%, там 6% трудоголиков есть, да, получается 25% это люди, которые тратят час, там два в день на то, чтобы там что-то почитать, переключиться, ну а остальные 60% они на работу ходят и работают половину рабочего времени, либо вообще четверть. Ну, соответственно, чего от этих людей ожидать, всем понятно. Теперь давайте эти проблемы немножко переведем как раз от коммерции, да, и понятного сегмента нам, проблемы с КИИ. Ну, в первую очередь понятно, что если человек нарушает дисциплину и даже если у него есть игламент, который он должен исполнять, вы должны контролировать, что он загружает на компьютер. Понятное дело, что на таких сегментах сети чаще всего интернет отключен, да, но сам факт появления сети в таком периметре, а чаще человек спокойно может принести непосредственно какую-то флешку, вставить, да, там коннект, раздать, собственно говоря, с Wi-Fi, да, интернет и пошло-поехало. То есть инцидентов, когда сотрудник пытается там, где не нужно использовать интернет, его использовать, их достаточно большая масса, и это конкретный инцидент, да, который может повлезть с собой конкретные потери. Это раз, то есть вы должны контролировать то, что у вас не используется сеть, а слово совсем, а если она используется, значит это инцидент. Второй момент, естественно, вы должны контролировать, какие USB-устройства подключаются в ваш периметр и вообще заносятся. То есть самый правильный момент это сделать непосредственно белый список устройств, которые человек получает на проходной, да, или там на рабочем месте, легитимный, с которыми он может работать, он на них может ни занести, ни вынести. Все, эти флешки двигаются в периметре и в принципе это решает, скажем так, большинство проблем. То есть сам факт проноса и использования черной флешки, назовем так, это тоже опять-таки инцидент, потому что на ней можно что-то занести. Опять-таки я сейчас не говорю про умысел, там где есть умысел, это как раз уже работа, ну скажем так, других подразделений. Это мы сейчас говорим просто про те проблемы, которые возникают из-за халатности, извиняюсь за слово, из-за раздолбайства наших пользователей. Третий момент, что касается дисциплины, часто бывает, что люди действительно не могут смотреть в монитор, хотя они обязаны это делать по 12 часов в день, они могут куда-то уйти, начать заниматься какими-то непрофильными вещами и в принципе реально проморгать момент экстренной ситуации. Если мы говорим про Киид, там действительно счет идет на минуту, как минимум действительно минута или 10 минут, оно может много чего решить. Это действительно техногенные катастрофы, которые могут повлечь человеческие жизни наконец. Но человек об этом не думает, он расслабляется, он устал, он решает свои проблемы. Хотя по дисциплине он, например, не должен отходить от рабочего места больше, чем, например, на 5 минут. Эти риски, это действительно те риски, которые могут повлиять на техногенный процесс. Если мы абстрагируемся сейчас от взломов извне, это те риски, которые несет наш пользователь. Чего с этим делом делать? Соответственно, мы как и в коммерческом сегменте, так и в стрезе промышленной безопасности говорим о том, что оператор и сотрудники – это, так скажем, сегмент повышенных рисков, с которыми нужно контролировать и на которые нужно обращать внимание. Мы разрабатываем решение, которое дает возможность контролировать несколько срезов и давать информацию для разных отделов. Мы контролируем учет рабочего времени, это бизнес, HR, контролируем движение документов, информации, это больше информационная безопасность. Контролируем работу системы, можем ограничивать порты, черные и белые списки, это IT. То есть у нас такая мультиплатформенная система мониторинга, которую можно использовать по-разному. Если мы говорим про промышленную киберзащиту, то я сейчас расскажу основные среды, где можно нас использовать. Как это все дело работает? Ну непосредственно у нас есть инпоинт, агент, как я уже сказал, для того, чтобы контролировать события сетевого трафика на хостах, которые находятся в гальванированной сети, в отрезанной сети. То есть шлюз не работает. То есть у вас должен стоять инпоинт, непосредственно агент, на котором есть проксия и который может словить на уровне ядра любые сетевые события. Это непосредственно, либо это умышленное какое-то действие, либо неумышленное, как-то себя так софт ведет. Но тем не менее вы должны видеть любые сетевые события. То есть ставится агент, агент ставится либо на виндовые компьютеры, поддерживается TXP до последней версии десятки, либо на линуксовые машины, либо сервера мы поддерживаем всех отечественных производителей. Astra, Altlinux, ну и соответственно Debian, Ubuntu и пошло-поехало. Есть Mac-агент, ну соответственно поставили агента, агент собирает информацию, передает ее в базу данных. База данных у нас Postgres, Clickhouse, непосредственно ничего, скажем так, слово вражеское, наверное, не очень подходит. Ну такой у нас полностью православный стек, назовем его так, стек технологии, которую мы используем. К этой базе данных идет обработка через веб-консоль. Есть написано про технологию SaaS, это имеется в виду не в том, что у нас база данных стоит у нас, сервер, и вы нам сливаете логи. 99,9% наших заказчиков хранят информацию у себя. Это говорит про то, что агент работает через HTTPS и может подключаться к базе данных из любой точки интернета, соответственно это веб-консоль. Также агент может передавать данные из любой точки интернета. Это очень помогает и хорошо работает, если у вас крупные филиальные структуры, и вам нет смысла тащить, например, все данные в центр, вам это просто каналы не позволяют, например, а вам намного проще по VPN, по зашеванному соединению подключиться локально на сервер и разобрать инцидент. То есть есть панель, которая агрегирует инциденты у вас в голове, есть мастер-слей сервера, которые по расписанию это все могут собирать и передавать. Ну а есть возможность вообще, собственно говоря, провалиться прямо в сервер на месте и обработать любые данные. Мы осознанно не используем ничего виндового. То есть вот у нас ребята фанаты линукса, у нас небольшая команда, но парни с большим бэкграундом, в тельняшках, скажем так, и мы полностью отказались от виндовых вещей. С одной стороны, кто-то говорит, что это плохо, потому что мало специалистов и пошло-поехало. Ну сейчас импортозамещение, оно как-то в эту сторону двигает отрасль. Но мы сделали так, что человек, в принципе, который не знает линукса, он линуксу не увидит. То есть у нас серверная часть поставляется в виде ISO-образа. То есть вам нужно знать далее, 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 она развертывается на любой среде виртуализации, либо на любом железе. То есть линукс это, как сказать, начинка. Если есть опытный пользователь, то он с ней может легко и правильно работать. Если человек не знает линукса, то ничего страшного, он просто его нигде и не увидит. Итак, что мы собираем? То есть у нас стал агент, он начал собирать информацию. Ну понятно, что мы собираем, имеем функционал DLP, то есть мы видим все движение документов в вашем периметре. Если документ уходит наружу непосредственно, мы делаем его теневую копию, распарсиваем, вложим в виде текста, по ним доступны алерты, доступное поиск и пошло-поехало. Это классический функционал DLP. Естественно, мы его, скажем так, выполняем. Мы не блокируем по контенту, потому что это слишком тяжеловесно, нужно настроить, будет куча ложных срабатываний. Мы делаем блокировку через метки. То есть если какой-то документ вас интересует, вы его пометили, и, собственно говоря, этот документ не будет открыт определенным приложением. То есть вы можете сказать, каким приложением с ним работать, каким пользователям с ним работать. То есть у нас идет блокировка через метки. Это функционал DLP. Далее агент собирает все метаданные, назовем их так, что происходит на компьютере. Если мы говорим про сетевой трафик, то это облака, соцсети, HTTPS, трафик. В принципе, все, что человек делает, пишет или загружает, или вгружает, мы все это видим. Плюс у нас есть такие метаданные для экономической службы безопасности, по большей степени, чтобы была доказательная база. Это скриншоты, кейлогеры, записи микрофонов, контроль принтеров и пошло-поехало. То есть в принципе у нас возможность есть собирать очень большой архив и не пропустить ничего. Естественно, все эти, скажем так, данные можно настраивать конфигом. Что вы хотите собирать, что не хотите, в каком объеме, по какой группе. Для группы юриска больше настроек, для общей группы меньше настроек. То есть все это балансируется. И этот объем можно, собственно говоря, с ним играть, дружить. И чтобы он был в нормальном размере. Что с этим можно сделать? То есть непосредственно вы собрали большой архив. Если мы говорим про коммерцию, то происходит инцидент, куда мы бежим? Мы бежим в первую очередь смотреть видеокамеры. То есть что-то попытаться расследовать, проанализировать. Здесь такая же ситуация. То есть если у вас есть хороший архив исчерпывающий, то если что-то случилось, вы всегда можете расследовать инцидент и как минимум найти виновного. Почему я говорю слово виновного? Потому что если мы говорим про коммерцию, то там часто ущерб бывает финансовый. И можно отделаться административкой, либо просто увольнением. Если мы говорим про какую-то техногенную катастрофу, то любой не владелец бизнеса, например, генеральный директор КИИ, он заинтересован в том, что если какой-то инцидент произошел, то он как минимум сбросил в себя ответственность и переложил ее на кого-то внизу стоящего. Это, конечно, звучит цинично, но тем не менее это правда жизни. Поэтому если у вас есть архив, то вы всегда можете инцидент расследовать, ну и, собственно говоря, найти причастных и собрать доказательную базу и людей за это наказать, скажем так. Помимо архива, как я уже сказал, у нас есть возможность настраивать алерты. Вы можете настраивать алерты, как и в DLP, в классическом, по любому контенту, также можете настраивать алерты по любому событию, которое вас интересует. В этом наша фишка. Помимо контента у нас есть событийные алерты. Простой пример. У вас оторванная сеть от непосредственно внешнего мира, у вас происходит сетевое соединение. Пожалуйста, вы тут же получите алерт о том, что у вас кто-то там, например, пытается что-то сделать или выйти наружу. Например, работа с документами, работа в нерабочее время, заменяясь за тавтологию. То есть, в принципе, любое событие по безопасности, которое вас интересует, вы один раз его настроили и потом в автоматизированном режиме получаете алерты. Этот функционал, скажем так, архив – это экономическая безопасность, информбезопасность. Алерты, контент – это опять-таки информбезопасность. Если мы говорим про учет рабочего времени и контроль эффективности, как я уже сказал, есть вещи. Просто ослеживать, что человек делает на рабочем месте, с чем он работает, правомерные, неправомерные эти программы. Есть возможность настроить окно, которое будет при отсутствии человека, то есть действия мышки и клавиши, через какой-то период времени спрашивать, а на месте ли он. И непосредственно, если он не на месте, то вставать алерт офицерам службы безопасности. Это типичная схема и проблема на проходных и на физической охране на любом предприятии. То есть, как бы сотрудник должен сидеть за камерами, их постоянно контролировать с определенным СЛМ. Вместо этого он просто случается и где-то находится. То есть, такие проблемы, как операторы, операторы охраны, они решаются на ура. То есть, этими связями вы можете существенно подтянуть дисциплину. Как я уже сказал, вы можете контролировать, что человек запускает на компьютере. С точки зрения интернета, это черные-белые списки. Что человек запускает с точки зрения программ, черные-белые списки. Можно делать инвентаризацию ПО, инвентаризацию железа, ну и, соответственно, порты. То есть, стековский документ у нас, это руководящий документ по контролю съемных носителей. Сейчас мы заканчиваем уровни доверия. Ну, соответственно, и наше решение можно полноценно использовать как на КИИ, так и при работе на удаленке. Сейчас стек выпустил требование, что если госсектор или КИИ уходит на удаленку, то у него компьютер должен быть оборудован вебнетом, Касперским и решение по контролю съемных носителей. То есть, мы здесь подходим. Я немножко рассказал, как работает продукт, что можно из него выжать. То, что он православный, назовем таким термином, поддерживает как минимум все российские линуксоподобные системы. Мы немножко, может, опережаем время, но на самом деле это хорошо. Вопрос правовых аспектов чаще всего возникает. Люди не понимают, как так следить за сотрудниками. Но это на самом деле было в прошлом. Сейчас уже все стало понятно, потому что удаленка этот процесс запустила. Юристы в этом разобрались. И, в принципе, это уже такой не сильно сложный вопрос. Ну, пару комментов. С одной стороны, у нас есть Конституция и Уголовный кодекс, который нам запрещает напрямую проникать в личное пространство людей и собирать по ним какую-то информацию. Это одна позиция. Плюс непосредственно 138 статья, вышла поправка к ней, где уже более четко было сказано, что такое вредоносное ПО, которое нелегитивно собирает данные. Казалось бы, государство закручивает гайки в этом направлении. Но, с другой стороны, у нас есть Гражданский кодекс и Трудовой кодекс, которые регулируют взаимоотношения между работником и работодателем. И эти отношения считаются договорными. Плюс у нас есть целая, не сказать там куча, назовем это так, ряд законов, которые напрямую обязывают тот или иной сегмент экономики, отрасль, следить за действиями пользователей. Ну, базовая это коммерческая тайна, раз, персональные данные, два, требования к ГИСАМ, три, КИИ вышел, четыре, пошло-поехало. То есть, как вот здесь быть? Очень просто, для того, чтобы вы могли легитимно контролировать ваших сотрудников и самое главное, потом предъявить им те логи, которые вы собрали, как доказательную базу, вам нужно легализовать использование подобной системы. Они легализуются очень просто. Это либо добавляется в трудовой договор, либо добавляется отдельным приказом. То, что в рамках определенных законов, если вы там коммерция, то это коммерческая тайна, например, персональные данные. Если вы, допустим, госпредприятие, то это КИИ, это 17 приказ, 21 приказ. Если вы, например, в банке, то есть положение банковское, которое обязывает банки контролировать и логировать действия сотрудника. Что вы на основании определенных законов имеете легитимное право контролировать определенные инструменты трудовые, то есть это почта, телефон, компьютер, сеть и прочее. И контролировать процессы. То есть здесь основное пытаться избежать слова пользователь или сотрудник. Потому что если вы будете это дело доведить до суда, то там могут возникнуть некие споры. Вы контролируете процесс, вас к этому обязывает закон, никаких нарушений вы не делаете. Сотрудник об этом оповещен. Ну то есть там нюанс, что ознакомлен это одно, ознакомлен и согласен. Тогда вопросов вообще никаких не будет. То есть легализация подобного программного обеспечения, она проходит на раз-два. Сразу скажу, что не только наш софт, но и наши коллеги по цеху могут работать в двух режимах. То есть мы можем работать в видимом режиме, когда там иконка болтается в трее, и, так скажем, пользователь знает, что за ним ведется мониторинг. Мы можем работать полностью в скрытом режиме. То есть агент устанавливается удаленно, либо MSI пакетом, либо есть наш инсталлятор. Тут в зависимости от того, какие вы задачи решаете. То есть если вы работаете по группе риска, да, и запрос получил от экономической безопасности, что им нужно, у них есть какая-то гипотеза, что человек ворует, и им нужно ее подтвердить из собранных данных, то собираете данные, ну конечно же ими не афишируете в процессе увольнения или разбора трудовых споров. Насколько это законно, ну мы этого не рекомендуем делать, но непосредственно такая, скажем так, возможность есть. Вот, если же вы хотите человека, как говорится, прижать к ногтю, то он должен подписать определенные бумаги. И вот скажу вам так, что как раз когда люди перешли на удаленку, вот наш продукт опять стал в поле интересов, попал именно юристов. Потому что когда происходят трудовые споры, человека нужно уволить, да, то он обычно приходит, наслушався юристов и говорит, давай мне это И-4, да, и ты меня никак не уволишь. Когда у тебя есть определенная догадательная база его нарушения трудовой дисциплины, прошло-поехало, ты ему это демонстрируешь, то переговоры идут совсем по-другому. Суд уже прекрасно понимает, что такое скриншоты, логи, и пошло-поехало. Поэтому, в принципе, если вы хотите, извиняюсь за стенг, размотать дело до суда, то проблем никаких нет. Но чаще всего это все решается в рамках компании. Вот законы, да, те нормативные, ну, так скажем, те угрозы, которые мы закрываем в 21 приказе. Ну, это, естественно, контроль носителей, контроль подключений, контроль сети, да, контроль привилегированных пользователей. Ну, в принципе, и пошло-поехало. И на сайте есть там более подробные и по банковским требованиям, и по 17, по 21 приказу, по 187 закону, да. Ну, здесь вот тоже сетевой трафик мы контролируем, машинные устройства контролируем, действия пользователей. Ну, в принципе, все, что связано с оператором, мы полностью покрываем все его действия. В завершение, наверное, хотелось сказать немножко про этические вопросы, да, потому что как-то у нас народ не сильно любит, когда за ним ведется мониторинг. И, например, года два назад там это считалось плохим тоном, да, и многие компании вообще говорят, да нет, я этого не буду ставить. Но я скажу так, то есть у нас, к сожалению, в России очень слабо выстроены процессы, вот, и вообще, так скажем, менеджмент у нас из 90-х идет, поэтому маломальско у нас в IT-компаниях, да, как-то там есть трекеры, задачи и прочее, вот такой ориентированный результат имеется, да, поэтому вот IT-шники не сильно любят использовать и контролировать своих сотрудников, потому что там творческие личности, и у них там как бы есть процесс, который так контролируется, и проблем нет. Но если мы говорим про всех остальных, то чаще всего процессы не выстроены, процессы неконтролируемые, то есть и человек легко может затеряться и не делать очень долго ничего, да, и быть как бы при деле. Вот, сейчас этот инструмент стал наоборот полезен сотрудникам, потому что есть такая ситуация на рынке, что людей начинают увольнять, вот, чтобы, так скажем, настроить правильный диалог работодателя-работника, им нужно что-то твердое, правильно? То есть сотрудник сам заинтересован, что если он работает, если он эффективный сотрудник, показать при помощи этой системы о том, что вот, пожалуйста, я не нарушаю дисциплину, да, я ее выполняю, я перерабатываю, я лоялен компанией, и там и пошло-поехало. Поэтому вот подобные сейчас инструменты, это на самом деле то твердое, на что может опираться как работодатель, так и работник, ну, в принципе, при уходе на удаленку, как минимум, при понимании друг друга. А те, кто говорят, что нет, мы не будем работать, и нас не устраивает, что нас контролируют, ну, значит, скорее всего, известно за выражение, рыло в пушку, и от таких сотрудников можно смело избавляться, если, конечно, это не IT, это не творческие разработчики. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...